Дмитрий Чекманов, Дмитрий Чекманов. Дмитрий Чекманов, Дмитрий Чекманов, Дмитрий Чекманов. Дмитрий Чекманов, Дмитрий Чекманов. Сергей, если не затруднит, можете прокомментировать законопроект, внесенный в Верховную Раду депутатами нескольких фракций, об исключительности украинского языка? В исключительности украинского языка? Ну, так как государственный язык все-таки украинский есть, и документы должны все-таки делать, то есть документооборот, делаться должен в украинском языке, так как государство Украины все-таки есть государство Украины. Вы знаете, что в Донецкой и Луганской сейчас в областях многие школы, уже 350 школ уже обязательно перешли на украинский язык. То есть, как бы сейчас начинается вот это вот, если раньше был, так сказать, разброс и шатание, то теперь уже идет четкая государственная политика. Так как вот здесь Российская Федерация. Есть документооборот здесь у нас на русском языке, в Украине должен быть, но в украинском языке. Все. Спасибо. Я могу продолжать? Да, да. Ну, никто не подвергает сомнению статус как государственного языка, раз он действительно в государстве есть. Но сравнение с Россией в чем некорректно? В регионах России, в субъектах Федерации, есть языки, которые в официальном документообороте используются совершенно легально, законно. И запрета, который предполагает этот законный проект на использование в средствах массовой информации, допустим, телевидение, радио, теперь только украинский язык. Если мы приезжаем в Чеченскую Республику, пожалуйста, средства массовой информации на чеченском языке, официальный оборот, ты придешь в администрацию, придешь в полицию, в суд, пожалуйста, на чеченском языке можешь на родном общаться без проблем. Включаешь телевизор, несколько каналов на местном языке. Никаких запретов и ограничений нет. Мне кажется, это фактор деструктивный для нынешней Украины. То есть мы помним попытку принятия закона, похожего по содержанию, почти три года назад, как отреагировал Крым, как отреагировал Юго-Восток. Мне кажется, что в этом кроется продолжение этой политики. Дима, вы меня где-то так поняли. Дело в том, что как вот эти вот законы, в некоторых областях, как были два языка, так они и останутся, во-первых. Там, где, допустим, живет венгерское население, польское население, румынское население, и все, как там были, извините меня, вот это вот, ну, понятно, что использовались те языки. Просто документ оборот будет только на украинском языке. То есть он приоритетный, как государственный язык. Я говорю, то же самое правильно, вот говорить его некорректно. Я считаю, тоже некорректно. Потому что все равно, как бы там в Чеченской Республике не говорили, извините, на своем на чеченском языке, дай бог, все равно, извините меня, государственный язык русский. Правильно? И он является приоритетным. И когда, извините меня, президент, допустим, той же самой Российской Федерации здесь выступает и говорит, у меня много титульных наций, честно скажу, я его не понимаю. Почему? Как может быть в государстве много титульных наций? Здесь государственный язык русский, и русский является титульной нацией. Правильно? Государство России. С этим согласиться нельзя, потому что... Не, ну как нельзя? Ну как нельзя? Вы понимаете, как может быть... Вот у здания один фундамент. Правильно, Дмитрий? У здания один фундамент. Все. Его не может быть, извините меня, там не может все держаться, как попало. Есть, извините меня, фундамент. И фундамент это и есть именно вот титульная нация. А когда президент говорит, у меня много титульных наций, и начинают там их перечислять, ну, ребята, рано или поздно это государство просто запрограммировано на развал. Правильно? Или не так? Конечно, не так. Я расскажу все свое время, почему не так. Да, давай. Пожалуйста. Ну, например, начнем с... Вспомнили раз такое меньшинство этническое, как венгры, да, в Закарпатье. Да. Вчера министр иностранных дел Венгрии сказал, что в случае принятия этого закона Венгрия поднимет вопрос в Евросоюзе о нарушении прав национальных меньшинств в Украине. То есть не все так однозначно оказалось. И просто как мы сейчас пытались подвести строительный такой подход. На самом деле, вот если мы возьмем тот же Советский Союз, не было государственного языка. Русский язык не являлся государственным языком. Он был языком межнационального общения, а во всех субъектах, говоря современным языком, да, в союзных республиках были свои, а в автономных республиках. У тебя беру паспорт советский, выданный в Чечено-Ингушской автономной республике. Он вот такой толщины по сравнению с российским РСФСР. Там потому что все продублировано на русском языке, на чеченском и на ингушском языке. И весь документооборот был именно такой. И то возникало напряжение, что кому-то казалось, что происходит имперское подавление национальных чувств. А в данном случае оно действительно происходит. Что значит, мы должны обязать всех ввести документооборот, преподавать в вузах, в школах только на украинском. По телевизору мы слышите, Бородин должен только украинскую речь. Это и есть ущемление прав национальных меньшинств, о чем говорит министр иностранных дел в Венгрии. Я не думаю, что они проект читали невнимательно, или они относятся к призяту. У них 150 тысяч венгров проживает в Закарпатии. Не 2 миллиона, не 3, не 4, но вопрос ставится так, что происходит ущемление прав национального меньшинства. Этот фундамент, он выбит из-под ног табуретку государства Украина. Вот обязать всех под одну гребенку стричь и равнять. Это и произойдет, крушение. Вот так как Крым не захотели подчиняться таким подходам, принудительным, насильственным, административным, также может возникать проблема в Закарпатии, с венграми, с поляками, с русинами, с кем угодно. Понимаете? То есть та же Европа видит это по-другому. Мы же согласны с тем, что Украина стремится в Европу. Почему в Швейцарии 4 государственных языка, в Финляндии шведов 5% у них все продублировано на шведском языке. Весь документ оборот, все названия. То, что я хотел сказать по поводу фундамента. Может быть что-то возразить можете? Да, в Финляндии я знаю, там 6% населения там шведское. И они имеют 2 государственных языка. Тем более Финляндия долгое время уходила в состав той же самой Швеции, насколько мы знаем. Шведы и первый президент их, между прочим, тоже был шведом, насколько мы знаем. Ну, то есть понятно, что в Швейцарии там совсем другое. Вы же знаете, как формировались эти кантоны исторические. Мы знаем, насколько Швейцария формировалась. Потому там, кстати, и 4 государственных языка. Но, что касается, извините меня, все-таки Украины, там просто, вы неправильно понимаете, потому что там просто приоритет отдается украинскому языку. Вот и все так государственно. Остальные государственные, то есть остальные языки, они не ущемляются. Если, извините меня, приоритет отдается одному государственному языку, это не значит, что остальные будут ущемляться. Для чего? Откуда вы это взяли? Ну, вот они... Вот из этих слов и следует, что если людям нельзя говорить нигде, кроме как на кухне, значит, его права ищемлены человека. Ну, если он придет в державную администрацию, ну, скажут, вот документы, бланк, только на украинском заполняющем языке. Это и есть насильственная украинизация, которая вызывает отторжение у людей. Тимон, я был вот сегодня в консульстве документов оборотов в украинском языке. Ну, как? Ну, а как? А на каком языке они должны быть? Ну, на китайском, что ли? Почему мы удивляемся? К ним может, к ним у них может прийти, извините меня, все. Или вот сейчас к нашу администрацию придет, извините меня, чеченый ингуш и скажет, извините, а, то есть, извините, чеченый или ингуш и скажет, извините, чеченый или ингуш и скажет, извините меня, я не понимаю ваш язык. Вы передавайте мне. Я помню Шойгу, Дима, помните, был скандал, когда Шойгу приехал в Кызыл. Кызыл приехал. И там один министр, он вообще не разговаривал на русском языке. Там 8 пациентов не разговаривают на русском языке, серьезно? Да, он разговаривал, нет, он разговаривал. И никто их за это не ущемляет. Шойгу, нет, нет. Шойгу такой, этот самый, разговаривает с ним через перебочек. Он, что за ерунда, говорит, я не понял. Это место, это вообще-то Российская Федерация. Шойгу выступал по телевизору. Это Российская Федерация. Я не понял, почему я с министром должен в Российской Федерации говорить через переводчика. Его убрали к чертовой матери. Это был такой случай. Да, я сейчас представляю, сюда идет чеченый или ингуш, извините меня. Будьте любезны, я не понимаю ваш этот обезьянный русский язык. Дайте мне бланк, пожалуйста, на чеченском или на ингушском языке. Ну, что, Дима, что за доходить-то до абсурда? Ну, и вот, понимаешь, каждый раз Украина, Украина, Украина. Смотрите, что это. Как говорится, гляди в себя. Вот это пример передергивания. Ведь, когда я привел пример субъектов Федерации, бывшей автономной республики Советского Союза, придя в администрацию в Грозном, он может и получит такую возможность вести деловую переписку на родном языке. Точно так же, вот как вы упомянули, кантоны Швейцарии, что они создавались исторически населенные итальянцами, французами, немцами, ретароманцами, которых сейчас практически нет. Так точно так же жители Донбасса говорят, а какие мы украинцы? Ленин отдал нас Украине, вы Ленина заклеймили, статуи свалили, требуете декоммунизации, верните нас обратно в Россию, верните нам русский язык. Я вот о чем говорю, что вы насильственно хотите их заставить у себя в Донецке прийти и на державное мове заполнять, в Симферополе прийти, и на державное... А речь-то идет о том, чтобы он мог прийти у себя в регионе, у себя в регионе, понимаете? А зато вы, если приехали... Вот правильно, в чем был прав? Вы приехали из Москвы, допустим, в Грозный, вы на русском там свободно общаетесь, в Туве 80% населения не говорят на русском вообще, просто они не умеют, они не говорят. У них есть право у себя дома вести дела на Тувинском, вот о чем идет речь. А если он госчиновник и работает с федеральным центром, понятно, что никто для него не будет держать переводчика. Он может работать со своими избирателями, со своими гражданами на Тувинском языке, никто не запрещает. И документы заполняют на Тувинском, вот о чем речь идет, вы путаете понятия. Я же не заставляю киевлян учить русский, хотя они и так 90% используют русский язык на улице, в быту, дома и так далее, и смотрят русские передачи, русское радио. А теперь этого свободно не будет, теперь этого свободно не будет. Обучение. Расскажу почему. Проект предполагает запрет преподавания на любом языке, кроме украинского. Я всегда задаю, не один год этот вопрос ставит в тупик. Может быть Сергей выйдет из тупика. Ребята, скажите, положа руку на сердце, какой учебник по квантовой механике, по теоретической физике, либо по высшей математике, вы перевели с русского языка на украинский? Знаете, какой дед? Не один. Ребята, вы хотите сами в 17 век, а какие-то регионы не захотят в 17 век. Какие-то регионы хотят технологии, хотят образование, хотят культуру и науку. А вот нет, ребята, вы будете вам преподавать на украинском, а что преподавать? Какие? Вот простой вопрос. Может быть, Сергей, ты прояснишь? Пожалуйста. Да? В принципе, больше времени требуется Сергею. Ну да. Дело в том, что, во-первых, у нас нет, допустим, в той же самой Украине такого, извините меня, населения. Вы правильно заметили, что там вот, если живут венгры, поляки, там, так, силу, так сказать, своей европейской части, естественно, там все вот это все перемешано. Но, тем не менее, говорю, у меня до чего дошло, один тут из Харькова, вот недавно у нас был с ними разговор, как раз на эту тему. Почему наши вот имена переводятся на украинский язык, вот режет им звук Микола, там, и прочее, и прочее, то есть доходит такое. Ну, там, Анна, Ганна, естественно, украинском. Я говорю, знаешь, вот вообще-то, говорю, вот в той же самой, говорю, в Германии живут, извини меня, русские. Да, вот никто, ни один не жаловался, что его там Миша Михаил, там, Михаил какой-нибудь, там, или во Франции, там, его имена же там тоже по-другому называются. Правильно? Правильно? Потому что государственный язык такой, да? А здесь вот режет слух, почему-то украинский, ну, понимаете, ну, вот меня, меня это оскорбляет. Вот в Швеции нет, понимаешь, в Германии нет, во Франции нет, но в Украине оскорбляет меня. Почему там не так пишут мое? Я говорю, слушай, я говорю, вот здесь я Сергей, да? Это по-русски называется. Но вообще-то, крещеный я и по-украински, я Сергей, правильно? И крещеный я, как Сергей, правильно? Но я никого не обижаюсь. Потом, когда вот там вот правильно Дмитрий задел этот вопрос, вот эти вот регионы, вот Ленин, он присоединил. Меня всегда спрашивают, вы, с какой части у вас родственники Украины? Помнишь же, я на фестивале тоже, кстати, частенько отвечал. Ну, я говорю, Брянская область. Просто там вот Клинцы, Сураж, Унеча. Там, где Щур сформировал свою знаменитую Багунскую бригаду, украинскую. А где? Сураж, Клинцы, Унеча. Это теперь Брянская область. Оттуда у меня... Так это же, говорит, Российская Федерация. Так, извините, нарезали так, красиво. Вот и всё. В своё время. А то Ленин там отдал, Ленин забрал. Извините меня. Я старый, помню, когда вот я вот сейчас выкладывал старые те же самые карты, которые Германии тогда клали при Брестском мирный договор, когда украинская делегация пришла. И немцы там, извините меня, отрезали там. Там и Кубань была, и Воронежская область, и Курская, и Белгородская. И та же самая вот эта вот часть Брянской, извините, области. Там же были. Входили как раз вот состав Украины. Ну, как бы они должны были украинские. Они считали украинскими землями всегда, понимаешь? И вот я сейчас говорю, если мы сейчас... Я говорю, как получится у меня на фестивале, когда пришли ноды, когда пришли ноды, и говорят, вы, говорит, слабаки украинцы. Я говорю, а в чем наша слабость? Нет, в чем наша слабость? Ага. Наша слабость в том, что... А они говорят, а почему вы, говорит, с оружием, в руках, не добивайтесь, чтобы здесь был государственный язык украинский. Я засмеялся, я сказал, ну, Дима Сергеев, вот слабость в том, что приходится передергивать вам. Вот как, например, с Германией. Вы были в Берлине, в районах компактного проживания турков? Никто, ни один немецкий чиновник не скажет, что он должен называться по-немецки. Говорят на турецком, регистрируют свои имена турецкие, фамилии турецкие, живут они уже третье, четвертое, пятое поколение в Германии, выходец из Египта, идет, и ребенка называется, его гражданина ФРГ, именем Джихад. Никто не обязывает никаких переделок имен. Если хочешь там называться Михаилом, а не Михаэлем, ты будешь Михаилом. Это твое право человека. И при чем здесь никакой государственный язык? Это принудительная украинизация, которая отторгает людей и целые регионы. Если мы говорим про Брянскую область, которая якобы бывшая Украина, до революции 1917 года не было никакой Украины, ни бывшей, ни настоящей. Немцы на картах, генералы рисовать могли себе что угодно. До Урала могли нарисовать Украинскую Народную Республику. И поручить Петлюри, так сказать, присоединить. Это не означает, что возникли какие-то правоотношения, что какие-то права на этот регион. Не было никакой Украины до большевиков, до Ленина и до Сталина. Не было. Географический термин был. Множество было Украин. Множество Украин было. То, что на окраине империи было, их множество. Но политического, государственного понятия такого не было. Как там Великое Княжество Литовское, например. Было, было. Болгарское царство было, было. Византийская империя была, было. Новгородское княжество, Киевское тоже, допустим. Владимирское, Полоцкое. Но не было никакой Украины. Этот проект начинался Австро-Венгрии и Польшей в 19 веке. И был успешно завершен большевиками. Они считали это необходимым. Можно с этим соглашаться, можно нет. Они продолжали ту же самую линию. Для чего нужен был проект Украины? Чтобы ослабить Российскую империю как конкурента. Для чего большевикам нужен проект Украины? Чтобы исключить возрождение империи. Вот для чего. Для чего нужен сейчас проект Украины? Чтобы исключить в той или иной форме, в той или иной реинкарнации возрождение Советского Союза. Для этого нужно забивать клинии, разделять, натравливать людей друг на друга. И вот такой законопроект, он как раз на это и направлен, чтобы оттолкнуть людей. Кому понравится, что он не может детей учить на своем родном языке. Что он не может по телевизору передачу смотреть на своем родном языке. На том же Кавказе пытались спокойной ночи малыши показывать пятачок у поросенка за штриховав. Отказались от этой дурной идеи. Смотрят дети то, что смотрят другие дети Российской Федерации. А здесь хотят заставить людей ходить на одной струнке с троем и всех под одну гребенку часа. Ну, очень, конечно, интересно, что Украины не было. А вообще Россия была когда? И России не было, начиная до 17 века, как понятие ни исторического, ни графического. Это нормальная история, нормальная история. Ну, можно вообще-то спорить об этом. Ну, с Петром, да. В 18 веке. И граница Азии где была? По границам как раз Речи Посполитой, правильно? А потом уже, то есть, фактически вся тогда Московия, Московия, она находилась, извините меня, в Азии. Полностью Азия находилась. Потом уже, извините меня, Петр там с учеными переговорил, и ее передвинули. И стала она евроазиатская страна, как говорится. Так что, если поднимать этот вопрос, я могу старые карты вам подвести. Понимаете, что это не австро-венгерский проект. Слышал я эти все передачи, пересмотрел, просто венгерский. Потом, когда флаг переделали, я скажу, шведский там флаг и прочее. Я говорю, ребята, шведский флаг сформировался такой, какой мы сейчас его знаем. В 1428 году с гербом. Все. Украинские же флаги, еще тогда Хоругви, вернее, они назывались. То есть, желто-блохитные. То есть, Перемышля и Львова. Они тогда были еще при Грунвальской битве. Это 1410 год. Понимаешь? И все. И вот, когда начинают вот это все дергать, мешать. Е-мое, изучайте историю. Пожалуйста. Вот шведский. А шведский тогда как раз был белый флаг. А на нем было золотой, и за ним меня крест. Все. Вот такой он был. До 1428 года. Я специально уже этот вопрос начал заниматься. Пожалуйста. Но нету никакого про это. Были эти Хоругви. Пожалуйста, посмотрите. Гренвальскую битву. И все. Я знаю карты. Пожалуйста, вот они. Но еще до того, как Московия стала Россией, Украина была уже Украиной. Все, ребята. Украинская нация, украинский язык. Конечно. Можно мне вклиниться? Давай же. Значит, Сергей, а кто по-вашему участвовал в Гренвальской битве? Я тоже уверен, что украинцы там участвовали. Что Львов украинский. Нет, вообще там участвовали поляки, литовцы. Там все участвовали. Великое княжество литовское. Да, Великое княжество литовское и поляки. Великий князь литовский Витовт. И Владислав II польский. Да, да, да. И там смоленские полки еще были. Ты вспомнишь. Ну, потому что Смоленск был тогда под Литвой. Это было Великое княжество. Это было Великое княжество литовское, жемантийское и русское. Ну, так называлось. Ну, не украинское. И дело производства там производилось на русском языке. В Великом княжестве литовском, жемантийском и русском. Все дела производства. Я сейчас поднимаю. И это в истории осталось. Прошу прощения за вмешательство. Это объективный факт. И Львов не был Украиной. Он был Польшей. Упрощенно говоря, Польша. Давайте этот вопрос закроем. И начнем, наверное, другое. Что-нибудь. А то шведский, шведский. Сколько уже можно эту бредятину из этих ребят? Согласен, что нужно изучать историю. Только изучать историю можно. Настоящую, невымышленную. К сожалению, людей сейчас кормят. У нас сейчас людей викингом кормят. Ну, пока про викинга не видел никто из нас. Не стоит его обсуждать. И дай бог даже не знаю. Не стоит обсуждать то, что мы как бы еще успели. Давайте следующую тему. А, ты Сарченко. Нет, не обязательно. У нас сейчас, как бы, я решил освободиться от влияния российской пропаганды. Попробовал почитать украинские средства массовой информации. Посмотреть каналы в интернете. И я вдруг понял, что в чем права Савченко. Не в том, конечно, что она враг номер один у нее, это Россия. Это ритуальное высказывание. Сейчас все политики на Украине должны говорить о том, что враг номер один России. Она права в том, что враг номер два, это в ее понимании, в моем номер один. Это киевская власть. То есть, вот почитав украинские средства массовой информации, я понял, что настоящие патриоты нынешней украинской власти, это наше телевидение, наше радио. А там пишут вещи, которые два года назад только самые галтелые сепаратисты и Колорадо так называемые говорят. А сейчас это пишут украинские СМИ, что, допустим, два с половиной года назад писали на Донбассе, что стену строят и ценят, чтобы украсть деньги. Открываем сейчас интернет, смотрим, 400 миллионов гривен. Где? Кто украл эти деньги, которые должны были на стену, так сказать, отделяющую Украину от России? Два с половиной, три года назад писали колорадо и сепаратисты, что Елена Васильева ездила на всех каналах Украины, фигурировала. Не та Васильева, которая под домашним арестом была и шопингом занималась в бутиках, а правозащитница из России. Что она мошенница, аферистка, ее показывали везде, что она разоблачает российскую агрессию. Сейчас открываем, а там ролики уже. Оперативная съемка, как она вымогает деньги у родителей пропавших, 10 тысяч долларов давай, мы найдем твоего парня, который пропал, или его продадут в Чечню в качестве раба и так далее. То есть получается, что со сдвигом на 2-3 года, оказывается, что сепаратисты, колорады, москали, они были правы. Так сколько жизней можно было бы спастись, если сказать, 3 года назад, в 14-м году, так они правы. Гоните метлой Васильеву с ее списками российских агрессоров, которые оказывались футболистами и выпускниками школ. Не стройте эту стену, потому что деньги украдут. Не сажайте Кацабу, Руслана Кацабу, в тюрьму, потому что его признают узником совести, и полностью оправдает, за что его посадили. Он проехал весь Юго-Восток, приехал и сказал, ребята, там нет русских войск, кроме спецназа и советников. Там есть наши братья, которых мы убиваем. Не идите на мобилизацию. Вот что хотел сказать журналист Кацаба, полтора года отсидел, его полностью оправдали и выпустили. Вот это все в украинских средствах массовой информации есть. Врут, видать, как они, агенты Путина? Не, ну, там есть и судьи, которые, извините меня, оправдывают такое творится. Просто, извините меня, там воровство, естественно, страна не такая большая, как Россия. Это в Российской Федерации. У нас воровство идет огромными, так сказать. У нас вагоны по сравнению с тем, просто, я даже не знаю, не хочу даже обсуждать Украину. Понимаете? Насколько здесь воровство? Простой вопрос, что, получается, правы были те, кто два года назад, кого за это сажали, за эти слова, а сейчас об этом пишут украинские СМИ. Они были правы. То есть, что сейчас уже... Чем они были правы? Они считают... Что Кацаба сказал правду. Что? Что Васильева, что нет российских войсков. Он сказал правду, что российских войсков. Он проехал там вдоль и поперек. Его за это полтора года держали в тюрьме. Эмниси Интернешнл признала его узником совести. Ну, понятно, что, конечно, Интернешнл виднее, понятно. Что же там в Украине, что же виднее, Интернешнл само собой. Он уж лучше видит. Ну, ладно, Бог с ним. Потому что войска там российские есть, и это уже знают все. Тогда, когда, помню, суд тогда что-то там сделает, а вот там российских войск там нету, откуда они там берутся, я вообще не могу понять. Через границу стреляют градами. Там кошмар какой-то творится. Я столько материалов уже перебрал по этому поводу. И это уже... Я даже не знаю уже. Уже все это практически знают. Даже уже с этими... Не с сепаратистами там, а вот с наемниками. Ну, Новосибирь, к сожалению, у нас тоже не избежал этой судьбы. И отсюда наемники едут туда. И на ту сторону едут, на сторону Киева. Их там никто не выгоняет. Дают гражданство, дают награды. Ну, во-первых, там не всем дают гражданство. Знаешь, то, что там многим отказывают и прочее, и прочее, и прочее. Там сколько скандалов с этим связано. Ну, во-вторых, то, что у нас наемники отсюда, с Новосибирска ездят, и все. Потом спрашиваешь их, да, говорит. Когда тяжело, говорит, мы просто прячемся, отступаем, говорит. Ну, когда прижимают. Потому что украинцы-то тоже воевать умеют, сам знаешь. Всю жизнь воюем, хотя мирная нация, мирная нация. Но приходится, к сожалению, воевать. Ну, и вот, говорит, и отступаем. И, говорит, вот, прячемся за российские войска. А потом начинают друг друга долбить. Все. Потом раз, опять мы, говорит, вылазим. Потом, когда через границу начали стрелять градами, я помню, когда наши тут, наши тут СМИ. Ай, у нас там этот снарядик прилетел. А когда, ребят, когда они уже практически Донецкую область и Луганскую отрезали уже от границы, уже пошли вдоль. И увидим, как прилетело через границу, и все. И откуда, извините меня, там войска, когда шли в Донецк, чуть ли не за Донецк, и вдруг, раз, под Мариуполем оказались. Из Таганрога приехали. Нормально. Вот и все. А Россия ни при чем. И войск там нету, конечно. Я согласен. Сергей, то есть, начнем с начала выступления. Ивано-Франковский, областной суд. Это коррумпированный суд, агенты Путина, те, кто полностью оправдали Руслана Кацаду. Ну, потом скажете свое мнение. Дальше идем по поводу российской агрессии. Шевченцевский суд Киева, видимо, тоже коррумпированный насквозь. А почему тогда, весной прошлого года, 2016-го, факсы идут в этот суд, в котором господин Батрим, украинский патриот, 7 или 8 подал исковых заявлений о признании факта российской агрессии против Украины. Факс приходит от главы администрации президента Порошенко, господина Ложкина, что просим перенести заседание для выработки позиции президента Украины. А затем приходит позиция выработана. Просим в иске отказать. И было отказано в кассационных инстанциях тоже. Со странной, конечно, формулировкой, крайне странной, что отказываем, потому что факт вообще известный и на права заявителя никак не влияет. Очень странный общественный факт, что, допустим, солнце встает на востоке. А если вдруг общественный факт, что агрессия, она влияет на права, на право на жизнь влияет, человека по мобилизации забрали, он погиб. Как так? То есть суд отказал в признании факта агрессии, рада проголосовал, это политическое решение, которое никому не интересно. Когда госпожа Герасченко попробовала в ПАСЕ озвучить о террористических организациях ЛДНР, ее прервали, культурно послали и больше она этих попыток не делала. То есть, де юре, де юре, по закону, даже сам президент отказывается признавать факт агрессии, а мы этим так называемым фактом кормим население, вместо того, чтобы решать вопросы рабочих мест, вопросы экономики. Рабочих мест, извините, где вы? В Украине, вот этим никто не занимается, потому что рынок, согласитесь, я это открываю украинские СМИ, рынок Европы закрыт оказался. Говорит министр украинский, что за 2015 год экспорт в ЕС провалился на 38%. Такая же ситуация в 2016 году. Объемы упали, то есть вы вошли в Европу и вдруг экспорт упал. Квоты на экспорт украинских товаров заканчиваются не раньше начала марта, то есть не позже. Все, заканчивается на этом экспорт. Это о чем говорит, кто кого обмануть успел? Европа украинцев или украинцы Европу обещали туда экспортировать и ничего не продают. Страна-агрессор, так называемая, в кавычках, не выгоняет, слава богу, хоть гестарбайтеров. Миллиона полтора-два кормят себя, кормят свои семьи. А есть горячие головы там же, в Украине, требуют ввести визовый режим. А кто будет кормить этих людей? Вопрос повисает в воздухе. Пожалуйста. Ну, во-первых, это интересно, конечно, как вы говорите. Я помню, у нас, когда в Крыму появились, как их называли, зеленые человечески. И долгое время посредством массы информации здесь гнали зеленые человечески. Это вообще непонятно. Откуда? Не знаем. Путин, стоят в десантной форме Российской Федерации. Ну, явно там форма с иголочки. Даже эти самые знаки опознавания, даже ничего, все содрали. И долгое время уже, потом уже Путин, через некоторое время уже сам, да, под этими зелеными человечками скрывались наши солдаты. Неужели каждый раз Путин должен говорить всему человечеству, что Российская Федерация все-таки осуществила акт агрессии против Украины? Ну, правильно. Теперь, как говорится, Крым, да, Крым теперь, Крым наш. Вопросов нет. Ну, как говорится, пожалуйста. Не хочу, как говорится. Но он все равно, тем не менее, украинский и прочее. Дальше, что у нас, Господи, что у вас там было еще? Сергей, так я не про Крым и не про Путина. Нет, я говорю про агрессию. Я говорю про агрессию. Порошенко отказывается признавать. Я говорю про агрессию, понимаете? Насколько это все было явно. Но все отрицали, понимаете? До тех пор, пока уже Путин уже не сказал, что да, эти человечки наши, Российская Федерация и все дела. И тогда уже, в конце концов, потому что Путин всегда у нас, как говорится, прав. Он всегда. Вот Путин сказал, да, значит, так оно и есть. Но, слава Богу, хоть здесь он правду сказал. Также он сказал, что да, вот мы прикажем, вот пускай попробуют этот, мы его поставим впереди, как говорится, этот мирное население, там, женщин, детей. Помните, был такой разговор? По центральному телевидению это показывали. И я в том числе видел. Ну, и попробуют они, пускай, выстрелить в них. А мы будем сзади стоять. Нормально. Вот так вот у нас делаются дела, правильно? А там мы говорим, что сейчас якобы там, а там нету. Там уже зеленый человек, они не такие. Они уже не такие зеленые уже в Донецкой. Когда у нас вот они, целое общество уже организовывается. Вот мы же тогда снимали же передачу, когда был этот палестинец. Человек просто-напросто хвастается. Он герой. А что он сделал? Он грабил инкассаторские машины в Донецкой области. Вот и все. А здесь он герой. Что? Мне тоже начать, извините меня, крошить инкассаторов здесь и приехать туда в Украину? Да меня просто арестуют. Потому что там я буду бандитом. А здесь у нас почему-то инкассаторов грабят и герои. Нормально. Какие стандарты интересные? Пожалуйста. Сергей, так я... По палестинцу можно? По Ильютенко. Есть у него статья у Ильютенко, его интервью. Ты же мне ее сбросил. Там все написано, что он писал. Они выполняли приказ. Я понимаю. Тихо-тихо. По изъятию денег, которые были... Проходили туда. Мне тоже кто-нибудь прикажет? Кто-нибудь прикажет? Не Стрелкова, а этого уже... Как его... Ну, руководитель ДНР. Бородай был первым. Не, 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 не Бородай. Значит, уже выполняли... Нужен какой-то руководитель, который, чтобы он это самое, он приказал, да? И они никого не грабили, они останавливались и взимали деньги. То есть, да? В ДНР. Да. Все. Естественно. А здесь они существуют. У нас снимают... Ну, это маленько другой расклад. Снимают здание у нас, извините меня, на что они? На какие деньги снимают? Это немного другой расклад. А, ну, конечно. Естественно. Те не такие зеленые, а здесь не такие... Я прошу прощения за то, что мешался. Да, не мешался. Правильно мешался, кстати. Опять вы пытаетесь с президента Порошенко перейти, ну, как правильно, это уже анекдотический, конечно, оттенок принимать, что Путин – это бог украинцев. Он за все ответственный, он во всем виноват. Вообще бог. Я уже смотрю, уже, вы понимаете, по центральной деятельности живутого икона просто. Сергей, я же процитировал администрацию президента не Путина, а Порошенко. Пока я... Руководители, руководители украинского, если вы считаете его государство, да, они отрицают факт агрессии, они не разрывают дипломатические отношения, они не разрывают контакты. Они не признают факт агрессии российской. Петр Порошенко не Путин, речь о нем идет, а о Петре Алексеевичем Порошенко, он отказывается признавать факт российской агрессии. Вот о чем речь идет. Факты-то шли из администрации не Путина, не из Кремля, не со Старой площади. Они шли с банков в Шевченцевский суд города Киева. Можем относиться по-разному к судам, подозревать их в коррумпированности, но президент Украины просил суд, и суд прислушался, не признавать Россию страной-агрессором. Вот о чем речь идет. Причем здесь Путин? Про слова Путина, про женщин и детей, я тоже это видел, это сказано было в начале марта, сказано было про Крым. Больше это никому не относилось. Почему? Про Крым. Про Крым. Потому что... Но сказано. Когда... И правильно было сказано, так оно и было. И правильно было сказано. Правильно было сказано. Детей вперед, а сзади мы... Правильно. Отлично вообще. Детей и женщин, поэтому никто не трогал. Так как поступали именно фашисты. Нет. Так поступили, не допустив ни одной жертвы человеческого среди мирного населения. Два человека погибло, но там военнослужащие были. Украинские. Правильно. По украинским детям своим же что ли стрелять? Отлично. Детей никто не сгонял. И женщин тоже. Детей не было, а женщины приходили сами. У них было право выразить свое отношение. Да, конечно. У детей есть выражение. Особенно у пятилетних. Детей там не было, Сергей. Детей не было. Согласись. Не было детей. Причем здесь речь? Речь на детях, извините меня, говорил президент. Речь, речь, речь это речь, понимаешь? Речь. Трамп много чего говорил. Если вдруг эту речь вы примете всерьез, то украинцам придется всем выйти на площадь и повеситься. Если это всерьез принимать. А факты говорят о том, что в Крыму не допустили. Не допустили, потому что были за... Кто не допустил? Там женщины здесь. Зеленые человечки не допустили. Никто не сгонял, никто не сгонял. Просто не допустили. Спасибо Шойгу. Спасибо Путину. Люди в Крыму не погибали. Потому что никто... Спасибо Путину. Да, да, да. Спасибо Путину. Потому что поезд дружбы посылал не Путин. В Крым ехал поезд дружбы. Для того, чтобы и в Корсунь-Шевченковском людей били крымчан. Правосеки издевались, убивали и насиловали. Это был не Путин. Это были правосеки. Поддерживающие перевалок. Распятые мальчики. Плюс 15 секунд. Поэтому, Сергей, Путину спасибо, что он не допустил кровопролитетов в Крыму. А на Донбасс никто не обнадежит. Зачем бы нам нужен был мост, который начали строить весной 2014 года, если кровавый Путин хочет забрать всю Украину? Ему не то, что вся не нужна. Даже Юго-Восток не нужен. К сожалению, так для Украины. Было бы лучше, если бы он был нужен. Я говорю про эти распятых мальчиков. Причем есть мальчики? Вы говорите, кто? Кто не допустил-то? Просто украинская армия правильно по своим стрелять не стала. Вот и все. О чем дело? Вот украинская армия, да, она не допустила. Я с вами согласен. А Путин как раз шел именно на эту конфронтацию. Ему нужна была кровь. И чтобы украинская армия стреляла по своему народу. Но украинская армия на это не поддалась. И за это ей, я уверен, крымский потом народ поклонится. И Крым опять вернется. Все равно. Вот я говорю, ходите кругами, там огородами. Крым все равно вернется назад в Украину. И это, извините меня, уже, как говорится, факт. И по этой агрессии, за эту агрессию, весь мир наложил, извините меня, нормальный, цивилизованный. Но кроме Свазеленда, который является другом, союзником Российской Федерации сейчас, военный союзник, но который нормальный цивилизованный мир наложил санкции. Правильно, правильно. Экономические санкции. Вот и все. Вот и все. Но нормально. Нет, пожалуйста, говорите. Нет, я не буду. Сергей, то есть я так понимаю, что ни Индия, ни Китай, вы не относитесь к цивилизованному миру. У вас такой расизм. В смысле расизм? У меня расизм. Почему вы считаете, что только Свазеленды не поддержали санкции? Нет, у меня расизм. Большая часть из 180 государств, членов ООН, она не поддержала санкции. Это двадцатка. И небольшие примкнувшиеся к ним, как говорится. То, что можем назвать золотым миллиардом или прочим. Но миллиард двести страны, которая уже выходит на первые роли в геополитике, в экономике, она не поддержала, например, Китай. Почему мы их должны с Вазилендом называть? Почему мы должны оскорбительно о нецивилизованности их говорить? Они не без оснований считают, что нецивилизованные это мы, как окружающие соседние страны. Если мы возьмем их историю, то на несколько тысяч лет назад отмотаем и вдруг увидим, что у них многое-многое было то, до чего еще веками шли так называемые цивилизованные страны. Это оскорбительно и российский подход. Вы сейчас были в Индии? Причем ведь сейчас? Причем тут российский? Я не говорил, что вот, якобы какие-то негры. Я говорил, что с Вазиленд маленький. Вы извините меня. А нецивилизованный поддержал. То есть вы считаете? Который занимает первое место в мире по больным спиду. Ну, нормально. Я понял, что для настоящего украинца есть российский подход к разделению людей на цивилизованные. Российский? Да, да, да. То есть китайцы и индийцы для вас нецивилизованные. Люди бразильцы нецивилизованные люди. Они не такие люди. Согласен. Говорят же ваши министры культуры, что генетический мусор живет на Донбассе. Были слова? Были слова? Были. Их можно легко поднять. Были. Вот тогда. Поэтому не надо удивляться, что целые регионы хотят помахать ручкой. Спасибо, нам не по пути. Здесь в Российской Федерации тоже целые регионы хотят помахать ручкой. Вот я даю гарантию. Здесь вот проведи вот... Здесь вот проведи, извини меня, вот ту же самую вот господи, в некоторых регионах. Ну. Референдум. Я даю гарантию. Очень удивитесь, ребята. Очень удивитесь. Сергей, Россия не только может референдум проводить, она и предоставила самостоятельность. Да, предоставила. Только другим территорам. Чечня в 96-м году получила самостоятельность, получила фактическую независимость. Российская власть в лице Кремля, да, считала эту территорию своей и продолжала платить до копейки все бюджетные деньги туда, все пособия, все пенсии, все перечисления шли. Пока в 99-м году осенью эта территория не развязала войну против соседнего Дагестана. И пришлось помочь здоровым силам в теченском обществе, умиротворить. И никто сейчас никуда не просится. Татарстан хотел на выход. Потом они вдруг поняли, что перспективы без выхода к морю, без российских связей с регионами и другими. Нету перспективы выживания. Отказался от этой идеи. Никто их танками не давил за это. Были сепаратистские национальные, были. Сергей, но вы опоздали лет на 15 и больше. Нету этого, ничего того, о чем вы говорите. Мы не боимся этих референдумов, пожалуйста. Можем проводить в любом регионе референдум. Никто на выход не собирается. Вы боитесь. Потому что кроме Юго-Востока могут засобираться те же русины, те же венгры, те же, кто получили карту полякам на Западную Украину. Пожалуйста, Сергей. Ну, во-первых, что нам бояться? С одной стороны, мы всегда нормально жили. А то, что мы не боимся, извините меня, внутреннего врага. Мы боимся именно внешнего врага. Тот, который, извините меня, сначала, извините, говорит, что вот меморандум. Что такое меморандум? Это слово. Дмитрий, если я доверяю человеку, нормальный человек говорит, говорит, извини, да займи мне денег. Ну, я ему занимаю без расписки, без ничего. А потом человек говорит, слушай, иди-ка ты. Ну, почему? А я тебе расписку же тебе не давал, ничего. То есть я ядерное оружие вроде как забрал, друг, сосед, понимаешь ли. Ты просто меморандум со мной, даже меморандум подписал. То есть документ все равно же есть, который принят был. Ну, ядерное оружие взяли. А, извините меня, теперь, извините меня, тот, который является гарантом, по сути сказать. Надо расшифровать. То есть заменит. Вот обезьян, передача ядерного педагога. Да. Была банкирована территориальная цена. Да. Ну, объясните так. В Великобритании, Соединенные Штаты Америки и России целостность территориальная. Где вы видите сейчас посредством массовой информации целостность? Когда начинается пропагандировать. Когда вот они, друзья Донбасса, здесь начинают. Это, что ли, нормальная деятельность? Ну, грабить, извините меня, эти же самые, говорю, инкассаторские машины, здесь они герои. Они что? Они убивают украинцев. Они здесь герои. Они хвастаются, что убивают украинцев. Кто? Да когда там Тимошенко сказала. Сколько осуждений когда, помните, Дмитрий, я говорил? Я когда говорил, что когда глушить этим атомом русских, когда я и многие другие это возмущало. Как русских? Русские там живут нормально. Извините меня. И многие русские являются героями Украины и защищают Украину честно и добросовестно. Это я говорю тем оголтилам, которые говорят, что это кацабы, сволочи и прочее. Потому что русские, они, послушаешь, я беру, сколько я там фамилий, извини меня, русских нашел, которые воюют честно за Украину, защищают Баткевщину. Ну. Их никто, извините, не ущемляет. Не считает людьми второго сорта. А наоборот, они там командиры и уважаемые люди. Пожалуйста, нет ничего. Да, нет, нет. Сергей, по поводу меморандума, уже настолько это уже, как бы, правовая безграмотность украинских политиков, она шокирует всех. Ну так верните ядерное оружие. Какие проблемы? Объясняю. Меморандум. Так верните. Это не договор между Россией и Украиной. Это протокол о намерениях. Дальше должна была быть целая система международных отношений, чтобы гарантировать перемещение оружия, гарантий такие. Ничего этого сделано не было в плане взаимных договоренностей, которые были бы обязывающими ни между Россией и Украиной, ни между Великобританией и Украиной, ни между США и Украиной. А дальше, вот мы любим меморандум вспоминать, а что мы не вспомним неприкосновенность границ в Европе, Хельсинское совещание по безопасности сотрудничества, 70-е годы, да? Почему мы их не вспомним? Кто их растоптал? Вот это было серьезно, это круче меморандума. А растоптали наши заокеанские и европейские партнеры, когда отторгли от Сербии Косово, без всякого референдума, путем бомбардировок. Вот тогда прецедент и был создан. Понимаете, вас же не возмущает, Сергей, действительно возмущает, почему американцы и клятые немцы, и европейцы отобрали у Сербии Косово? Вас только Крым возмущает. А в Крыме хотя бы волеизъявления людей было, хотя бы была выражена воля людей, население Крыма. А в Косово не было никакого референдума, ничего этого не было. Не было ничего этого. После этого уже международное право превращается в право сильного. То есть могут себе позволить забомбить американцы Югославию и расчленить ее, пожалуйста. Могут позволить себе Ливию забомбить и расчленить, пожалуйста. Могут это сделать в отношении Сирии, пожалуйста. Как сказал, конечно, вам не понравятся слова ни Якова Кедми, ни Виктора Эскина, когда они говорят, что ребята, вы что-таки наивные. Почему думаете, что украинская кровь чем-то отличается от крови арабов Ирака, Ливии, Сирии или крови сербов в Югославии, да она ничем не дороже. Вас также можно разбомбить и расчленить, если решат большие мальчики решат. Лично я и наше правительство, оно против этого. Поэтому был референдум. Поэтому не допустили человеческих жертв в Крыму. Поэтому Путин просил, не надо референдум проводить на Донбассе, вы об этом забыли его слова, любим вспоминать про женщин и детей, а про то, что Путин сказал, что не надо проводить референдум, никто не собирался там, кроме олигарха Малафеева, никаких действий, кроме Ахметова и Ефремова и тех, кто хотел у них забрать активы. Нам это не надо. Тысячи погибли там, потому что украинские олигархи делят между собой собственность и власть, а виновата почему-то Россия. Ответственность не получится переложить, взять на баланс. Голубая мечта украинской власти, быстренько быть оккупированной Россией и взять ее на содержание. Вот и все в двух словах. То есть, получается, я как понимаю, вы тут же самое сказали, что право сильного, правильно? Это несколько сделано. То есть, сначала, значит, я складываю оружие, а потом появляется право сильного. Ну, извини меня, я пошутил. Да, а ты, понимаешь ли, разоружился? Хохлы тупые, да? Ну, понятно, вопросов нет, конечно. И опять же, говорю, в Донбассе, я говорю, там же, как вот и сейчас вот в Крыму вы правильно сказали, не допустила крови просто украинская, именно армия. Она ушла, она не стала стрелять, потому что добивались, чтобы она начала стрелять в народ. вот, нужны жертвы, так как я говорю, я говорю, вот в Луганске этот самый, я помню эту таможню, когда брали Луганскую, стоит дом. Вот, 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 действительно иллюстрация. У меня даже фотография там есть, где эти боевики прячутся за детей. Понимаете, вот чистая идея, говорю, когда-нибудь ГАГский трибунал, все это, все это будет, ну, как бы всплывет наружу. Когда стоит дом, кругом вот поле, там зеленка, все, ну, подходи с любой стороны, но надо подойти именно с дома. Почему? Потому что если украинцы встречный огонь откроют, то пострадают же люди, а это же и надо. И мы по телевизору, я помню тогда, ходили эти журналюги, и давай показывать. Вот украинцы нам в ответный огонь открыли. А что же вы? Подходы со всех сторон есть. Почему же вы со стороны дома идете? Почему прячетесь за детей, за людей, за ни в чем неповинное население? И украинцы, конечно, отдали, потому что им что получается? Дом этот разрушать? Убивать людей? Потому что иначе нет. Они вот стоят из этого дома и ведут огонь. А встречный огонь, естественно, по мирному населению. Вот так вот ведется война. Опять же, мы меморандумы, мы не так подписали. Вот вы, знаете, вы разоружились, вы рано разоружились, знаете. Вот надо было вот такое, надо было печати не хватать. Знаете, печати не хватает. Ну как же вы так вот оплошали? Хохлы вы тупые. Да просто доверие было, которого сейчас нету. Я говорю, чего добились? Зана-то было, я всегда, помнишь же это говорю? Зана-то было. Самое большое 21%, сейчас больше 70%. Сколько, говорю, катком прошлись по это самое, по людям, по семьям, по семьям, беженцев целая куча. Чего добились? Ладно, давайте. Сергей, а мы опять вот, эта песня хороша, начиная с начала. Право сильного утвердили ваши старшие кураторы из Вашингтона, когда разбомбили Югославию. А это сейчас уже не скрывается, это уже не скрывается. Уже ваши политологи типа Вадима Карасева, они не скрываются, что от новой администрации будет зависеть во многом будущее. Ну то есть мы, мы украинцы должны за них платить. Получается, за мы, да вот, это американцы, опять, это американцы. Это не мы, это американцы. Это зеленые человечки, это еще кто-нибудь. А убивают украинцев, извините меня, кто? Сергей, по поводу украинской армии, которая проявила чудеса выдержки и гуманизма. На самом деле, вот украинские средства массовой информации открываем, а там стенограммы опубликованы, Совета национальной безопасности и обороны. А прямые приказы, там звучит, прямые приказы были, огонь открывать в Крыму частям. И попытки были, и попытки были, но что не получилось, не хватило профессионализма. И так и написано, не хватило ни духу, ни чего не хватило. Вот что написано в украинских средствах массовой информации, что все, грубо говоря, струсили. Опять тупые украинцы. Нет, не тупые, в данном случае не тупые украинцы, а трусливые командиры, которым из Киева поруби. И пастор Турчинов требовали открывать огонь. Они требовали кровопролития, требовали, приказывали. По правительственной связи командирам частей требовали. Некоторые пытались, и в интернете есть видеокадры этих попыток, как они были жестко пресечены. Им не хватило ни духу, ни профессионализма оказаться определенным. То есть мы, как в фильме ДМБ, мы твой бедпозорный недуг превратим в подвиг. То есть они струсили, теперь мы доказываем, что это подвиг. Берем, опять же, украинские СМИ. Подвиг вертолетчиков морской авиации, которые улетели с аэродрома Саки в Украину. Подвиг, они герои. Через год открываем. Эти вертолетчики вернулись в Крым и служат российской армией. Теперь они герои или нет? Вот такая была ситуация в Крыму, когда из 20 тысяч вернулись на родину служить 2 тысячи украинцев. А личный состав Севастопольского госпиталя сначала рванули на себе вышиванки, поехали на поезде на родину. Им позвонили сослуживцы бывших, кто остались, присягу российской армии. Ребята, тут штатка пришла из Москвы, и что? Ординатор 60 тысяч, зав. отделением 75, они вышли и поехали, вернулись все служить в Севастополь. Вот как было с украинской армией. Цифры говорят сами за себя. 20 тысяч военнослужащих, 2 тысячи вернулось на Украину, из них потом еще человек 500 перебралось обратно, как эти вертолетчики. Вот и все. То есть у нас есть миф о героизме украинской армии, которую не допустила укроплитие, а факты говорят о том, что не было ни героизма, ни попыток предотвратить кровопролитие, предотвратили зеленые человечки, честь им их о влах. Которые спрятались за мирное население, честь им их о влах, да. Как с луганской таможней, я понял. Просто там начали стрелять, здесь стрелять не стали. Опять тупые, опять бестолковые хохлы, понимаешь ли. Кое-кого купили, да и бог с ним купили. Ну, как говорится, подавитесь этой швалью. Нужна она эта шваль? Не нужна она. Но если, как говорится, они за батьковщину, за какие-то 30 серебрянников, да иуды, господи. Пожалуйста, господи. То есть это украинская армия, которая не стала стрелять, так называемые, иуды, и шваль? Которая вышла в украинскую армию, не стала. А те, которые вот эти купленные, пожалуйста. Вышло полторы тысячи из двадцати, остальные стали служить России. Да, конечно, вопрос у нас был. Да нет, закончим мы о сегодняшнем беседе. А тупых хохлов... Зря, кстати, никто об этом не говорил. Тупых хохлов, которые все кидают, которые за американцев платят. Вот они вот, знаете, вот Косово. Вот Косово, вот они вот Косово. А мы, понимаешь ли, не Косово. Дискуссия была аргументированная и честная. Да. На этом спасибо всем. Спасибо. Спасибо.